Гражданская война 1918-1920 годов Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о решающей фазе гражданской войны, о 1919-1920 годах. Надо сказать, что новый 1919 год Россия встречала в таком состоянии, будто она вернулась в Средневековье, в состояние феодальной раздробленности. Она была разбита на множество кусков. По краям новые национальные государства. Эстония, Латвия, Литва, вновь образовавшееся польское государство. На Украине действуют сторонники Украинской Народной Республики, еще западнее, на территории бывшей Австро-Венгрии, еще одно украинское государство, западноукраинское. За Кавказом три государства Армения, Грузия, Азербайджан, в Грузии социал-демократы-меньшевики. Впрочем, строить социализм они не собираются, им бы власть удержать и создать национальное грузинское государство. Социалисты Дашнаки в Армении заняты тем же самым. Азербайджанская демократическая республика, ну, с демократией там, конечно, плохо, но тоже строят национальное государство. И даже сама территория Российской империи, бывшей Российской империи в целом, ее ядро, территория России, самой России, тоже разрезана на куски фронтами. В центре Советская Республика, Российская Советская Федеративная Стилистическая Республика, РСФСР, с центром в Москве, контролирует также Петроград, часть Украины, Красные вошли в Киев, там создана, конечно, формально независимая, но подчиняющаяся фактически Москве через партийные структуры, через структуры Российской коммунистической партии, Украинская Советская Республика. И вообще вот эта вот модель советских марионеточных республик позволяет найти какой-то общий язык с национальными движениями, но в целом не мешает созданию в центре России такой системы сверхцентрализованного управления, когда даже небольшие вопросы какие-то, как строить железную дорогу, где взять стройматериалы для этого, решает Политбюро Российской коммунистической партии большевиков или решает Совнарком во главе с Лениным. Ну то есть достаточно небольшие компактные органы власти занимаются всем-всем-всем самими мелкими вопросами. На местах тоже действуют и исполнительные комитеты Советов, которые концентрируют в руках власть, партийные комитеты, чрезвычайная комиссия, репрессивный орган. В газетах советских, где еще есть определенная свобода слова, даже иногда пишут, что у нас власть Советов подменена властью чрезвычаек, то есть чрезвычайных комиссий, которые тоже могут продавить любое решение, если им это необходимо, потому что в крайнем случае могут просто арестовать тех, кто не согласен. Достаточно жесткая, авторитарная, некоторые даже говорят, тоталитарная система всеобщей мобилизации, известная в дальнейшем как военный коммунизм, как красная территория. Она окружена кольцом фронтов, и основные эти фронты – это фронты белых армий, так называемых белых армий. Белое движение географически очень распылено, но состоит из нескольких основных частей. Это вооруженные силы Юга России во главе с генералом Деникиным на юге. Они уже контролируют Ростов, они опираются на казаческое движение, они опираются на мобилизации, то есть прошли те времена, когда красные и белые сражались силами добровольцев. Теперь мобилизации, крестьянина загоняют во враждующие армии. Это Восточный фронт, где красным противостоят силы во главе с верховным правителем России Колчаком. Его авторитет, как верховного правителя, признается и другими белыми армиями, другими белыми командующими. Существует армия на севере, опирающаяся на Архангельск. Прошли времена демократических правительств, они уже свергнуты, и здесь действует генерал Миллер. В Прибалтике формируется северо-западная армия белых, которую позднее возглавит генерал Юденич, она нацелена на Петроград. И, казалось бы, вот в условиях такого окружения красным будет очень трудно противостоять. Скорее всего, они будут разгромлены, и возобладает белая идея. Вот это противостояние белой и красной сфер влияния в России, территорий, скрывает от нас еще одну силу гражданской войны, которая сыграла, может быть, наибольшее значение в гражданской войне, хотя никогда не обладала устойчивой территорией. Но мы должны назвать эту силу уже сейчас. На всей практически территории России и Украины развернулась грандиозная крестьянская война. Когда я говорю крестьянская война, я не имею в виду, что все ее участники – это только крестьяне. Крестьяне – это ее движущая сила, это основная масса повстанчества, как тогда говорили, повстанческих отрядов. Правда, противники называли их бандитами, бандитские шайки. Если эти повстанцы действуют в тылу у белых, то красные считают их повстанцами, белые считают их бандитами. Если в тылу у красных, то, конечно же, красные считают их бандитами. Но вот это повстанчество, направленное одновременно и против белых, и против красных, играло роль достаточно массивной силы, которая перетекала то в одну, то в другую сторону. И в зависимости от движения этого маятника зависело и соотношение сил на фронтах часто. Потому что из обоих армий разбегались дезертиры, в обе армии приходили добровольцы. И если крестьянство в какой-то момент было настроено в большей степени в пользу большевиков, то разрастались их армии, если в пользу белых, то, соответственно, их армии тоже были достаточно велики. От соотношения этих сил многое зависело. В начале 1919 года белое движение достигло максимальных способностей своей мобилизации. В совокупности белые армии составляли 288 тысяч человек. Это очень большая сила, это несколько меньше, чем у красных, которые смогли мобилизовать на фронт 380 тысяч человек. Это не все силы противостоящие, безусловно, потому что в тылу у белых имеются еще силы интервентов. И вместе с силами интервентов можно оценить вот эти антибольшевистские вооруженные силы примерно в полмиллиона человек. Но в тылу у красных тоже огромное количество вооруженных отрядов, которые заняты выколачиванием хлеба, охраной объектов, борьбой с небольшими повстанческими группами, а иногда и с крупными вооруженными формированиями. И вот эти вот тыловые формирования большевиков достигают миллиона человек. То есть колоссальная, хотя и менее боеспособная часть Красной Армии и других вооруженных формирований красных. Но так или иначе, мы можем сказать, что весной 1919 года было достигнуто примерное равновесие сил между белыми и красными, потому что качество вооруженных формирований белых было несколько выше, боеспособность была несколько выше. Это был шанс нанести большевикам смертельный удар. И в марте 1919 года начинается наступление белых на Волге. До этого Красным было нанесено крупное поражение в Перми, так называемая Пермская катастрофа. Колчак рвется к Волге, Колчак надеется прорвать, разгромить Восточный фронт Красных и войти в Москву. Но в это самое время мы не видим такого же напряжения сил, скажем, на юге России. Мы не видим такого же напряжения сил северо-западной армии белых. То есть первое, что бросается в глаза, это несогласованность действий различных белых армий, и это одна из причин их поражения. Но, вероятно, причина не главная. И вот та проблема, которая перед нами в любом случае встает, когда мы смотрим на это кольцо фронтов, на его движение в одну сторону, в другую сторону. Но почему большевики, которые восстановили против себя значительную часть крестьянства, значительную часть рабочих, которые действовали террором, а известно, что на штык можно опираться, но на штыке сидеть нельзя, то есть все равно они порождали ненависть тех, кто потерял родных и близких в результате террора. Большевики, которые строили невероятную какую-то социальную систему, казалось бы, совершенно утопическую. Почему в итоге они разгромили эти белые армии, почему в итоге они победили своих основных противников на этом гигантском пространстве? Почему это произошло? Вот эта проблема, которую мы постоянно должны иметь в виду, когда говорим о гражданской войне. Причины победы коммунистов в гражданской войне. И первое мы уже назвали. Это несогласованность действий противников большевиков, будь то белые армии, которые формально подчиняются Колчаку, будь то повстанческие движения, национальные движения. Национальные движения часто боролись с белыми. А почему? Почему бы им не объединиться всем вместе, не ударить на Москву? А с какой стати им объединяться, если белое движение выдвигает в качестве одной из основных своих идей единую и неделимую Россию? И как жаловался лидер украинских националистов Петлюра, белые запрещают украинские школы. Они вообще не признают украинский язык. Почему мы должны вступать с ними в союз? В этой ситуации, конечно, самое естественное поведение национальных движений – это война на два фронта. Это война с красными и с белыми одновременно. Но та же самая ситуация возникает, и это имеет гораздо большее значение, в отношениях белого движения и крестьянства. Какие идеи несло с собой белое движение? Что оно могло противопоставить большевистскому радикальному социальному проекту? Эта идея прежде всего порядка. Мы восстановим порядок. И после того, как в России будет разгромлено вот этот радикализм, эта смута, когда будет восстановлен порядок, а структуры этого порядка так или иначе напоминают Российскую империю, то есть старый порядок, мы, конечно, осуществим модернизацию страны. Будет созван парламент, Россия примет какие-то цивилизованные европейские формы, может быть, конституционной монархии, может быть, президентской республики, но явно с сильной властью. Идея белых – это, конечно, сильная власть, авторитарная власть. Почему это должно привлечь массы жителей России? Взбудораженные, с одной стороны, уже социальной революцией, массы, которые уже познакомились с идеями социальных преобразований, значительная часть которых была недовольна своей жизнью в Российской империи, тем более прошло уже некоторое время, и кажется, что уж раз мы столько претерпели, должно быть не напрасно, и будущее общество должно быть лучше, чем Российская империя. Крестьяне, которые получили землю, как они понимают, незаконно, и сейчас придут белые со своей идеей восстановления закона, что они сделают? Да они это и делают. На части, на территории, которая была занята белыми, конечно, возвращаются помещики, и если они предъявляют претензии на свою землю, то они получают на нее права. Да, конечно, может быть, будущий парламент проведет какую-то аграрную реформу, но это не сейчас. Белое движение восстанавливает порядок и не проводит прямо сейчас каких-то преобразований. Может быть, этот порядок, который восстановит белое движение, действительно для людей будет передышкой среди этой смуты, среди террора большевиков. Придут белые, наконец, установят какое-то нормальное общество, основанное на законе. Но на каком законе? Законов толком нет. Но когда приходят белые, и порядка тоже нет. Основная, ключевая идея белого движения никоим образом не воплощалась в их практике. Есть достаточно большое количество воспоминаний. Я остановлюсь на одном эпизоде. Белые приходят в Екатеринослав. До этого город уже много чего повидал. Были и красные со своим террором, с конфискациями имущества обеспеченных слоев населения. Но эта мера красных поляризовала горожан. Одни выиграли от нее, другие проиграли. Соответственно, у большевиков есть опора в одной части Екатеринославского населения, и большевиков ненавидят другая часть. И вот эта другая часть, эти сторонники белого движения ждут его, ждут избавителей, приходят избавители, толпы сторонников порядка из старой России выходят на улицы, цветы, торжественные речи. Ночью слышен какой-то шум и скрежет. И наутро обыватель, ужаснувшись, видит, как по городу конные пеша ходят казаки с награбленным добром, разгромленные витрины, разгромленные склады, убитые евреи, потому что антисемитская волна в белом движении была очень велика. Это признавали и многие его идеологи. Шульгин, один из основателей добровольческой армии, националист, пишет в своих мемуарах, что это движение начинали почти что святые, но продолжали его почти что разбойники. Большевики говорят «бей буржуев», мы говорим «бей жидов». Что это такое? Где этот порядок? Где эта законность? Лишившись основной своей идеи, белое движение оказалось бессмысленным. Раньше большевикам противостояли демократические социалисты. И было понятно, если побеждают демократические социалисты, мы идем к все больше и больше демократии, к каким-то социальным гарантиям, мы идем таким европейским путем. А если побеждают белые, мы возвращаемся в Российскую империю, но Российская империя сама по себе была очень сложным образованием, стояла на распутье, куда двигаться, остаться периферией мира или модернизироваться каким-то образом. Каким образом модернизироваться? По кадетскому проекту, то есть путем либеральных реформ, но жестких, как бы мы сейчас сказали, шоковой терапии, или более мягким путем, это все оказалось за пределами ясной программы белого движения. Это решится потом. Пока устанавливаем порядок, но нет порядка, значит, нет и смысла в этом движении. Движение оказалось таким же диктаторским и авторитарным, как и большевистское, здесь у него нет преимуществ. Это движение угрожало социальным интересам значительной части крестьянства и рабочего класса. Это движение не скрывало своего стремления к мести, перевешать на фонарях этих вот радикалов, которые всю эту смуту затеяли. А в революционном движении участвовали сотни тысяч людей. Они, конечно, боялись, даже если они уже не любили большевиков, уже боролись с большевиками, что приход белых будет для них жизненной катастрофой. В этих условиях белому движению гораздо труднее было мобилизовывать на свою сторону крестьянские массы и даже городские слои. Более того, в тылу у белых постоянно поднимались крестьянские восстания, так же, как в тылу у красных, но здесь было некоторое различие. Когда Колчак наступает на Волге, одновременно происходит крестьянское восстание. Самое крупное, пожалуй, крестьянское восстание в истории советской власти, чепанное восстание, крупное по размерам, по количеству вовлеченных в борьбу крестьян. Крестьяне восстают не для того, чтобы помочь белым. У них совершенно другие идеи и лозунги. Что же они хотят? Почему они восстали? Они пишут, что нам надоела война. Почему коммунисты не примирятся с белогвардейцами? Мы желаем мира. Казалось бы, это, может быть, даже пробелогвардейская программа. Пусть коммунисты уступают белогвардейцам. Мы понимаем, что это достаточно наивно звучит, но затем крестьяне, которые восстали в марте 1919 года на Волге, конкретизируют, на каких условиях они хотят мира. Они в основном обращаются к сторонникам советской власти. Они говорят, что не надо ставить диктатуру. Мы не против советской власти, но против коммунистических банд с грязным прошлым. То есть в коммунистический аппарат проникли люди, которые злоупотребляют, которые имеют уголовное прошлое. И пусть уберут этих людей, тогда мы примиримся с советской властью. Необходимо вести крестьянское самоуправление. Причем необходимо, чтобы власть состояла не только из рабочих и коммунистов. Пустите крестьян к управлению. Перестаньте обирать крестьян. Поводом к восстанию стали действия продотряда и коммунистов в Сенгелеевском уезде, где они мучили крестьян, сажали их в холодную, то есть в холодный подвал, секли ногайками. Ну что это такое, товарищи коммунисты? Вы нам рассказывали, как тяжело было при царизме, делаете то же самое. Такую же претензию крестьяне могли бы выдвигать и к белому движению, но белое движение и не скрывает своего тяготения к старым формам. Для коммунистов это позор. Коммунисты должны навести порядок в собственных рядах, и тогда крестьяне готовы будут поддержать советскую власть. Мы объявляем, заявили повстанцы, что советская власть остается на местах, советы не уничтожаются, но в советах должны быть выборные лица, известные народу. Честные, а не те присосавшиеся тираны, которые сбивали население плетями, отбирали последние, выбрасывали иконы и так далее. Да здравствует советская власть на платформе Октябрьской революции, говорят крестьяне, которые восстали против советской власти. Конечно, в этих требованиях, в частности в том, что коммунисты должны почистить свои ряды от людей, склонных к злоупотреблениям, нет принципиального разногласия. Принципиальное разногласие в другом. Принципиальное разногласие в изъятии продовольствия. Принципиальное разногласие в том, что коммунистический режим, основанный на монополии власти Компартии, склонен к произволу. Любой чиновник, оказывается, царь и бог в каком-то районе, где он руководит. И если ты ему возражаешь, то на тебя может быть направлено дуло чекиста, или ты можешь быть арестован, посажен в ту же самую холодную, то есть под арест. Но как только белые армии начинают приближаться к местам действия повстанцев, это движение схлопывается. С одной стороны, конечно, на него наступают отряды красных, и повстанцы сопротивлялись, но и само это сопротивление было неожесточенным. Интересна, кстати, судьба коменданта Ставрополя, которого избрали повстанцы, поставили его в Ставрополье на Волге командовать. То есть, по существу, это был вождь движения на определенном этапе Чепанного восстания, такой Долинин, который затем ушел в подполье, затем легализовался в Красной армии, дослужился до командных постов, был ранен на фронтах гражданской войны, написал Калинину покаянное письмо, что он тот самый человек, который участвовал в Чепанном восстании, был прощен и продолжил участвовать в гражданской войне на стороне красных. То есть, вот эти вспышки возмущения политикой советской власти, политикой коммунистического режима, в то же время не перекрывали для крестьян опасений по поводу прихода белых. Крестьяне, выбирая между белыми и красными, все-таки в большинстве своем отдавали предпочтение красным, несмотря на все многочисленные и акты произвола, и социальные противоречия. И на то было несколько причин. Первую мы уже назвали, собственно, белые немногим лучше. Они столь же авторитарны, они тоже начинают выколачивать продовольствие из крестьян, причем более хаотическим образом часто, с большим даже произволом. В Сибири офицерские отряды, которые контролировали ту или иную территорию, просто иногда превращались в бесконтрольных полевых командиров и творили ужасный произвол, жестокости, сопоставимые с жестокостями красных. Но у красных это была некая система, а здесь, на территории порядка, творился такой разгул. Конечно, это вызывало сопротивление и повстанческие действия. Но, с другой стороны, была еще одна причина, кроме социальной, кроме боязни потерять землю. Крестьяне чувствовали, что большевики в большей степени свои, даже в культурном отношении. Со времен Петра I Россия расколота была в культурном отношении, и элитарные слои имели не такую культуру, как массы. А большевики шли в эти массы, они были плоть от плоти, рабочие, крестьяне, они говорили на этом же языке. Более того, они открыли дорогу для карьеры в этом огромном коммунистическом аппарате новом, который должен был регулировать все стороны жизни, для простых людей. Почему в этом аппарате оказалось так много тех же людей с криминальным прошлым, о которых пишут крестьяне, карьеристов? Да потому что двери открыты, потому что отбор кадров ведется тоже достаточно хаотично. Хочешь работать для советской власти? На тебе портфель. Злоупотребляешь? К стенке поставить? Следующего попробуем. Но в коммунистическом аппарате оказалось множество родственников, друзей, ну и просто понятных людей именно для крестьянских и рабочих масс. Белое движение было более рафинированным, элитарным, в всяком случае в своих командных слоях. К власти приходили на местах тоже представители, прежде всего, старых кадров, которые когда-то и были уже у руководства. В определенных местностях иногда были одни и те же люди. Восстанавливались старые формы, которые ассоциировались для восставших масс с угнетением. Таким образом, белое движение было чуждо крестьянству и культурно, и социально, и оно было не лучше политически. Но у крестьянина была и своя программа, у крестьянского движения была и своя программа, которую высказывали лидеры повстанчества. И здесь, конечно, на ум приходит такая яркая фигура, как Нестор Махно. Лидер Махновского движения не просто является типичным примером повстанческого вожака. Он сумел создать одно из самых многочисленных повстанческих движений, более того, одно из самых устойчивых. Чепанное восстание было многочисленнее, но оно просуществовало всего дни, а Махновское движение действовало несколько лет. Взгляды Махной на коммунистические режимы, на белое движение очень важны для того, чтобы понять, а что, собственно говоря, хотели низы. Что несла с собой вот эта стихия, которая поднималась снизу и которая противостояла организующей воле коммунистической партии ленинскому проекту, большевистскому проекту? И не просто противостояла, а пыталась как-то синтезировать свое понимание проблемы с коммунистическим пониманием проблемы, с коммунистическим проектом. И в какой-то степени из этого синтеза, из этой связи движения низов с их взглядами, представлениями, идеями. И марксистско-ленинского проекта и сложилась советская реальность в дальнейшем. Советская реальность тоже оказалась компромиссом между идеологией, между задачами государства, задачами модернизации и волей маленького человека, который мог выразить ее и сопротивлением, а иногда и тихим саботажем решений коммунистической власти. Но так или иначе он имел свое представление, свою какую-то идею. Эта идея заключалась в буквальном понимании лозунгов Октябрьской революции. Неслучайно Чапанное восстание тоже говорит, что хочет того, что принесла Октябрьская революция. Фабрики рабочим, это самоуправление, это возможность что-то организовать на месте или рабочему государству, то есть когда государство будет заботиться о рабочих, будет обеспечивать социальные права. Земля крестьянам, так дайте нам землю, дайте нам хозяйствовать на ней. Не навязывайте нам свои продотряды, не навязывайте нам введенную в январе 1919 года продразверстку, когда вся территория Советской Республики была разделена на зоны, и каждая зона обязана была дать определенное количество продовольствия. Иногда, независимо от того, есть у крестьян вообще столько продовольствия или нет. В конце концов, давайте найдем какой-то компромисс. Ну и главное, вы же нам обещали вся власть Советом. Вся власть Советом. Вот махновцы на территории, которую они контролировали. Это обширные районы к северу от Азовского моря, левобережья Украины. Регион населенный, кстати говоря, людьми, говорящими преимущественно на русском языке или на наречии с Мешанным, которые потом стали называть Суржиком. Вот эти люди, воспринимавшие себя и как часть Украины, и как часть России, не желавшие вот это делить, стали собирать свои съезды. То есть махновская армия защищает их от чрезвычайных комиссий, от белых, от красных. Хотя махно находится, как мы говорили, в тактическом союзе с красными. И что эти крестьяне думают о красных, о том, что творится рядом с их районом. В резолюции съезда крестьян и повстанцев говорилось. Нами не избранные, но правительством назначенные, политические и разные другие комиссары наблюдают за каждым шагом местных советов и беспощадно расправляются с теми товарищами из крестьян и рабочих, которые выступают на защиту народной свободы против представителей центральной власти. Именующие себя рабоче-крестьянским правительство России и Украины слепо идет на поводу партии коммунистов-большевиков, которые в узких интересах своей партии ведут гнусную непримиримую травлю других революционных организаций. Прикрываясь лозунгом диктатуры пролетариата, коммунисты-большевики объявили монополию на революцию для своей партии, считая всех инакомыслящих контрреволюционерами. Мы призываем товарищей рабочих и крестьян не поручать освобождение трудящихся какой бы то ни было партии, какой бы то ни было центральной власти. Освобождение трудящихся есть дело самих трудящихся. Конечно, здесь чувствуется влияние анархистской идеологии, которой был привержен сам Махно и его советники. Но делегаты голосуют за эти решения, потому что они опасаются, что если советы будут под контролем коммунистов, то наступит тот самый произвол, который вызывает повстанческие движения рядом. Они видят это, они знают об этом. Они хотят защититься от белых и красных властей. Они хотят равноправных отношений между городом и деревней. Насколько это было возможно в условиях гражданской войны, когда нужно кормить армию, когда нужно кормить и города. Ну, кормить города, извините. Если в городах такая продовольственная проблема, может быть, попытаться наладить там производство не только военной продукции. Большая часть продовольствия, собираемого по продраздверстке, конечно, шла на нужды фронта. И с этой частью проблемы крестьяне в условиях, когда они боялись прихода белых, во всяком случае те крестьяне, которые боялись прихода белых, были готовы считаться и были готовы делиться частью продовольствия. Но их смущали две вещи. Во-первых, что в городах скопилось достаточно много бесполезных и для производства, и для самого крестьянина людей, чиновников с портфелями. И вот кормить этих людей очень не хотелось. Когда Красная Армия придет в Сибирь, и там тоже установятся военно-коммунистические порядки, то сибирские повстанцы, роговцы такие, во главе с Роговым, они поднимут новое восстание под лозунгом «бей гадов». Мысль будет такая, что раньше мы били белых гадов, а теперь все эти гады, которых мы видели в городах, они служат советской власти. Но ведь это была часть более широкой проблемы, потому что масса интеллигенций, служащих, людей с образованием, оказавшись не у дел в результате этих перипетий коммунистической революции, в конце концов пришли работать в этот же государственный аппарат. Некоторые из них просто саботировали эти решения, пришли просто из-за куска хлеба. Кто-то искренне поверил в большевистский проект, что когда война кончится, начнется модернизация страны. Но для масс находившихся внизу социальной пирамиды это были чуждые им социальные слои. Почему большевики их приветили? За что боролись? Это же беляки настоящие. И здесь протест этот вливался и в вооруженные действия. Но была еще одна причина нежелания крестьян просто так кормить город, кормить большевистскую власть и отдавать все до последнего. Ведь огромное количество продовольствия из-за неэффективности просто пропадало. Бюрократическая машина большевиков была неэффективна. Если ты следишь за всем, если государство хочет управлять любыми общественными проявлениями, то, конечно, это получается плохо, потому что люди знают свою жизнь лучше, чем чиновник. А коммунистическое государство хотело регулировать все. Оно хотело, как сказал один историк, каждого накормить со своей руки, но для этого нужно отнять продовольствие, сконцентрировать его в своих руках и передать тем, у кого есть карточки. Но, с другой стороны, это же все надо где-то хранить, это же огромные потоки продовольственные. Не лучше ли все-таки дать какое-то послабление, чтобы люди на рынке обменивались имеющимися у них товарами, обменяли товары на продовольствие. Эти теневые рынки, конечно, существовали. Время от времени на них нападало то ЧК, то другие, то милиция. Поняв, что не справляется с проблемой, советское государство разрешило полуторапудничество, то есть все-таки можно покупать и возить хлеб, но в небольших количествах. Боялись спекуляции. Боялись, что буржуазия, если разрешить свободу торговли, скупит хлеб и взвинтит на него цены, и таким образом вернет старую проблему, когда рабочий может только купить хлеб, а на карточке он его не может получить. Чтобы хлеб распределялся по карточкам, нужно было действительно концентрировать эти огромные запасы. Но могли ли их сохранить? Увы, сообщения с мест, которые даже публиковались в большевистской прессе, были полны вот такого рода примерами. Из Сибирской, Самарской, Саратовской губернских организаций, закупающих ненормированные продукты, везут мерзлый картофель и всякие овощи. В то же время станции Самара-Златоустовской и Волго-Бугульминской железных дорог завалены хлебом в количестве свыше 10 миллионов пудов, которые за отсутствием паровозов и вагонов прудорганам не удается вывести в потребляющие районы, которые начинают уже портиться. То есть вот эта неэффективность управления, с одной стороны, эта неспособность наладить транспорт, промышленность, ремонт паровозов, с другой стороны, во многом и усугубляла проблему. И на этом фоне требования Махновского движения, других повстанческих движений, все-таки перестать просто изымать продовольствие, а наладить какой-то продуктообмен между городом и деревней, они были продолжением того же социалистического проекта, который вот начался в октябре 1917 года. Просто это была его другая, более демократическая, более народная составляющая. Ленин, надо сказать, отзывался на эти импульсы. Он понимал, что проблема серьезная, но отдать рычаги власти в этих условиях большевистское руководство опасалось. С одной стороны, восьмой съезд партии принимает решение не сметь командовать середняком, то есть ослабить нажим на крестьянство. С другой стороны, ну хлеб-то надо изымать, а как его изымать, если не отдают? Силой. И естественно, что различные повстанческие движения, которые вступали в союз с Красной Армией, также воспринимались как крайне опасное явление. Раз существует такой острый конфликт между диктатурой и крестьянством, то защитники крестьянства – это потенциальные мятежники. С этим связано развертывание нескольких катастрофических для советской власти историй, в частности, уже упоминавшийся мятеж, в частности, уже упоминавшееся восстание Григорьева на Украине в мае 1919 года, когда Григорьев вместо того, чтобы идти атаковать Румынию, развернулся в сторону Киева Екатеринослава, причем действовал он под крайне националистическими лозунгами, с одной стороны, как защитник украинского крестьянства от злоупотребления чекистов, комиссаров, продовольственных отрядов. Но, с другой стороны, он-то считал, что во всем евреи виноваты, потому что значительное количество этих комиссаров, как считалось, это выходцы из еврейского народа, наверное, он мучит украинских крестьян. Отсюда это движение тут же сомкнулось с погромными настроениями. И надо сказать, что Махно, например, осудил это Григорьевское движение как погромное, но большевики и большевистское руководство не доверяло им Махно. Что это за строй самоуправления, который он пытается организовать на своей территории? Что это такое за альтернативная модель, где крестьянские советы все решают сами, как захотят, где начинает налаживаться продукт обмен между местными рабочими и крестьянами, а район Махно был насыщен небольшими промышленными предприятиями. Вот эта вот анархическая идея, она идеологически подрывала коммунистический режим. Оказывается, можно реализовывать идеи Октябрьской революции как-то иначе, опираясь на более тесную связь с тем же крестьянством. Это вызывало и интерес. К Махно ездил командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко, к нему ездил Каменев, они наблюдали за этой ситуацией. Но все-таки коммунистическая модель была ориентирована на другое, на концентрацию ресурсов, а значит, их силовое изъятие у крестьян. Поэтому долго союз махновцев и большевиков продолжаться не мог. В мае 1919 года начинается операция по ликвидации махновщины и делается это в самый неподходящий момент. В самый неподходящий момент. Потому что именно в этот момент начинается натиск Деникина на Южный фронт Красной армии. И если красные в тыл ударяют махновцам, они просто создают дырку в собственном фронте. Вот эта несогласованность действий, эта боязнь защитников крестьянства в конце концов сыграла с большевиками злую шутку. Деникинская армия стала продвигаться вглубь Украины и двигаться на Москву в тот момент, когда большевики начали давить повстанчество в собственных рядах, давить вот этих сторонников самоуправления в собственных рядах. Но положение было не столь катастрофично для Российской Советской Республики, потому что в этот же период, когда Деникин начал свое наступление, Колчак уже отступал. В июне 1919 года колчаковские армии потерпели поражение, начали отходить в Сибирь. Красные заняли Урал, заняли Уфу. Чапаев ворвался в Уфу. Здесь проявился и полководческий талант Фрунзе, который командовал ударной группой красных, во многом определивший победу в этом сражении. Нельзя сказать, что белое движение на Востоке было разгромлено. Оно еще наносило эффективные контрудары. Но стало ясно, что раз не удалось вот это главное, мартовское наступление, то и в дальнейшем соотношение сил постоянно меняется не в пользу Колчака. Крестьяне в марте 1919 года восстали, но при приближении белых решили наступить на горло собственной песни. Белых они не хотели. Аналогичную ситуацию мы видим и на Южном фронте. Да, Деникинские войска двигаются на Москву. Да, они сумели мобилизовать очень большие силы для движения на Москву, ликвидировать численное превосходство красных. Но, с другой стороны, у них начинаются те же проблемы, что и у Колчака. В тылу у Деникинской армии, которая наступает на Москву, у нее в тылу образуется огромный повстанческий очаг, все того же Махно. То есть Махно конфликтовал с красными, но когда развернулись решающие сражения на московском направлении, когда белые сражаются уже за Курск, за Орел, когда рейд мамонтовской кавалерии прорывает Красный фронт и в тылу у Красных берет целые города, в частности Тамбов, ну, казалось бы, вот сейчас белые могут достичь Москвы. В этот момент Белый фронт прорывает колонну махновцев, они организуют в тылу у белых большой освобожденный повстанческий район, берут даже крупный город Екатеринослав в свои руки, и белым приходится оттягивать какие-то силы для того, чтобы противостоять этой угрозе. Махновцы в какой-то момент могут даже атаковать Таганрог, где просто находится Деникин, то есть нет спокойствия даже в собственном тылу. Конечно, в этих условиях натиск на Москву до некоторой степени ослабевает. Это дает возможность Красным перегруппироваться, сформировать крупные кавалерийские части и нанести фланговый удар под Касторный в октябре 1919 года, сломить ряды Белой армии. А главное, эта Белая армия, ее вот это, как тогда говорили, доброволие, в честь добровольческой армии, это территория, контролируемая Деникиным, это гнилой орех, потому что в середине это пустота, в середине действуют махновцы со своим этим повстанческим районом. Неудивительно, что после неудачного похода на Москву Белые начинают стремительно отступать, и дело Деникина таким образом проиграно. В апреле 1920 года он уступает, в апреле 1920 года он уходит в отставку, его сменяет генерал Врангель, который торопливо отводит остатки Белой армии в Крым, где создается Русская армия, реорганизуется Белая армия, создается Русская армия. Врангель до некоторой степени учел опыт, неудачный опыт Деникинского похода и вот эту трагедию для белых повстанческого движения в тылу. Он создает правительство, которое приступает к выработке аграрной реформы. Но сама эта аграрная реформа в Крыму не имеет большого смысла. Крым – это плацдарм. Речь идет о том, что белые попытаются затем начать какое-то новое наступление. И реформа должна как-то вдохновить крестьян. Врангелевцы отправляют к махновцам своих парламентеров, давайте, может быть, договоримся, о совместных действиях против большевиков. Ладно, вы действовали у нас в тылу, но теперь-то вы оказались в тылу у красных, и красные совершенно не собираются идти вам на уступки. Махно расстреливает парламентеров. Махно хочет продемонстрировать всем, и прежде всего крестьянству, что ни на какой союз с белыми он не пойдет. Для него белые – это те люди, которые, придя к власти, подавят левую идею, подавят советы и, главное, начнут отбирать землю. Что интересно, планы реформ, которые разрабатываются в тылу, до некоторой степени подтверждают эти махновские подозрения, потому что за основу реформаторы берут тоже Столыпинский проект, соглашаются на частичную передачу земли крестьянам, но не на полную передачу земли крестьянам. И это все, конечно, крестьян вдохновить не может. Белое движение по-прежнему остается изолированным. Что же у нас происходит на Востоке? На Востоке ситуация столь же неутешительна для белых. Красная армия, имея уже значительный перевес в силах, движется на Омск. Колчак вынужден отступать, отступление, перерастающее в бегство, отступление, которое стало новым ледяным походом в неимоверных очень тяжелых условиях. Лидеры белого движения, один из лидеров белого движения, Капель, отмораживает ноги в этом походе и гибнет. Но судьба Колчака оказывается не лучше. Он пребывает в Иркутск, и здесь выясняется, что он не имеет опоры даже в Чехословаках, которые просто передают его восставшим в Иркутске противникам белого движения, кстати говоря, среди которых оказываются и эсеры. Эсеры многого не могут простить и Колчаку, и белому движению в целом. И переворота 18 ноября 1918 года, такое 18-е брюмера гражданской войны, когда Колчак отбросил эту демократическую форму, но отбросил и демократические, социалистические идеи, которыми социалисты-революционеры надеялись вдохновить крестьянство на борьбу против большевиков. Более того, колчаковцы в декабре 1918 года очень жестоко подавили восстание. Восстание носило большевистский характер, но молох репрессий обрушился и на эсеров, и были расстреляны среди эсеров. Эсерам не за что было любить белых, они поднимали восстание у них в тылу, и одно из этих восстаний оказалось фатальным для Колчака. Он оказался в руках этого полицентра, затем был передан большевикам. Колчака допрашивали, предъявляли ему претензии, явно готовился в дальнейшем судебный процесс над Колчаком. Однако в этот момент на Иркутск начали прорываться капелевцы, и повторилась та же история, что и с Николаем II, не будучи уверенными, что удастся сохранить Колчака, вдруг он будет освобожден, его тюремщики предпочли его просто расстрелять. Таким образом, в феврале 1920 года колчаковская история заканчивается, однако дойти до Владивостока Красная Армия не смогла. Причина простая, продолжается интервенция. Японцы контролируют Дальний Восток достаточно жестко, расправляясь с большевистскими движениями, и для того, чтобы создать буфер между Советской Россией и японцами, и как бы снять проблему конфликта с Японией, который, конечно, может оттянуть очень большие силы из центра России, Ленин и Политбюро идут на такой неординарный ход, они провозглашают Дальневосточную республику, ДВР, где вводится многопартийность, свободные экономические отношения, не военный коммунизм. И это в какой-то степени была модель последующей новой экономической политики, такой уступки населению крестьянам, городским слоям. Ну ладно, вот вы требуете возможность свободного рыночного обмена, ну попробуйте, как это в тяжелых экономических условиях. Поскольку на территории ДВР нет крупных городов, то такая крестьянская модель, она может действовать. Хотя, конечно, ДВР в значительной степени и в военном, и в политическом смысле оставалась под контролем коммунистов. И буфер этот тоже был такой витриной, направленный в данном случае на восток, а не на запад. Разобравшись с проблемами на востоке, ликвидировав здесь основной очаг белого движения, хотя на Дальнем Востоке белое движение еще сохраняется. Красные сконцентрировали основные усилия для того, чтобы добить Врангелевское движение. Но здесь их серьезно отвлекли события, связанные с вторжением Пилсудского, с советско-польской войной, с новыми надеждами пойти на Запад и разбудить там заснувшую было мировую революцию. Однако Врангель тоже не дремал. И в июне 1920 года он переходит через Перекоп, начинает наступление в Таврии, начинает наступление, кстати говоря, в тех районах, которые являются родными Махновскими районами. И большевики, и Махно находят здесь неожиданное решение. Они вступают во Временный Союз. Союз этот формально не считался временным, хотя все понимали, что, видимо, он не очень долгосрочный. Но против белого движения Махно готов был повоевать бок о бок с красными, а за это красные разрешили ему продолжить свой самоуправленческий эксперимент на территории вокруг Гуляйполя, в его родных местах. И Махновская армия прорывается сквозь Врангелевские боевые порядки, образуется Махновский район, куда приходит мирная жизнь, там начинают развивать кооперативы, какой-то такой альтернативный социализм, гуманный и демократический. А одновременно Махновские силы вместе с красными направляются против Врангелевского фронта. Существует интересная проблема, был ли шанс у Врангеля как-то устоять в этой ситуации, ведь у большевиков очевидный перевес в силах. Вероятно, такая возможность, пусть и призрачная, пусть и незначительная была, потому что уже в этот период, уже летом 1920 года, начинается подъем новой волны повстанческого крестьянского движения. Прежде всего разворачивается эпопея Тамбовского восстания, о котором мы еще будем говорить, во главе с Антоновым Токмаковым и другими лидерами, которые, конечно, оттягивают силы красных на себя. С Махно договорились, с эсерами, которые лидируют в Тамбовском восстании, договориться значительно сложнее. Да и нельзя договориться со всеми крестьянами, потому что хлеб-то все равно надо из них выколачивать. Или нужно идти на принципиальные уступки. Вот пока большевики не пошли на принципиальные уступки, эта волна крестьянского движения нарастает и создает реальную угрозу их власти. Более того, теперь крестьяне уже не очень боятся белых. Белые разгромлены в основном. И теперь главный враг – это красные. На повестку дня встает так называемая Третья революция. То есть была революция февральская, была октябрьская, мы совершим третью против большевиков и создадим новый демократический строй, либо советский, либо связанный с учредительным собранием, либо связанный с учредительным собранием. Здесь мнения расходились. Но во всяком случае новый демократический строй. Вот это новая демократическая волна. В этих условиях, конечно, отсиживавшийся в Крыму Врангель, он потерпел поражение в боях в Таврии, но сумел отвезти свои войска в Крым, получал шанс на какую-то передышку. Однако Красное командование не стало давать ему такой шанс, решило все-таки сосредоточить усилия и раздавить гадину в логове. В ноябре, в канун очередной октябрьской годовщины, красные и махновцы перешли Севаш в болотистую местность, которая отделяла Крым от материка, зашли во фланг Белой армии и разгромили ее. Остатки Белой армии отправились в эмиграцию, в тяжелейшую эмиграцию, первоначально в Болгарию, затем в Турцию, но это уже совсем другая история. Основные Белые армии на территории России были разгромлены, однако проблемы, с которыми столкнулись большевики, решены не были, и более того, революция и гражданская война вступила в новую завершающую фазу. Решающие сражения гражданской войны, которые произошли в 19-20-м годах, были прежде всего сражениями между Белыми и Красными, между Белым движением и коммунистическим проектом, коммунистическим режимом. Почему Белые потерпели поражение? Почему, несмотря на свою организованность, несмотря на многочисленные социальные проблемы, с которыми столкнулись большевики, на ненависть крестьянства к большевикам, Белые не смогли одержать верх, и коммунистический проект в конечном итоге победил в гражданской войне и революции? Это основная проблема, которую мы должны все время держать в голове. Разгром Белого движения, казалось бы, должен был привести к завершению гражданской войны. Однако этого не произошло, потому что основные задачи, стоявшие перед революцией, все еще не были решены, потому что коммунистический режим противопоставил себя крестьянству и даже значительной части других слоев населения, даже рабочего класса. И в этих условиях исчезновение с военно-политической арены основных белых армий развязало руки крестьянству по существу. Начинается новый подъем повстанческих движений, которые требуют демократии, которые требуют равноправных отношений с городом, которые требуют ликвидации коммунистического режима.